Барнаусская школьница Аня Филипчук выступит в финале детского Евровидения 2018. Она исполнит песню «Непобедимые». Именно с этой композицией 13-летняя Аня выйдет на сцену в ноябре в Минске на международном конкурсе песни. Съемки клипа проходили в Москве. Главная идея песни – объединение людей, ведь только когда мы вместе, мы непобедимы, сообщают корреспонденты «Комсомольской правды Барнау». 1 ноября в Рубцовске, в городском Дворце культуры, пройдет епархиальная конференция «Царский выбор через скорби и страдания в вечность». Она посвящена 100-летию расстрела царской семьи Романовых. Ее участников познакомят с тем, какие памятники материального наследия дома Романовых находятся в Алтайском крае. На конференции также будет представлена уникальная выставка предметов частной коллекции, сообщает интернет-портал «Рубцовск.Инфо». «Почти 500 тысяч человек в крае поставили прививки от гриппа», пишет «Комсомольская правды Барнаул» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. На днях поступила вторая партия вакцины, почти 470 тысяч доз. Больше поступлений с федерального бюджета не будет, так что следует поспешить за прививками. Кстати, как сообщают в пресс-службе ведомства, в крае очень много больных у РВИ. Гриппа пока нет. Оборудование на 700 миллионов рублей приобретут больницы Малтайского края. На средства, которые выделяет краевой бюджет, планируют закупить более 150 современных установок – диагностическую аппаратуру, мониторы для реанимации, дыхательные аппараты, а также предназначенные для рентгеновского обследования. В первую очередь оборудование получат многопрофильные медицинские учреждения второго уровня, которые нуждаются в нем больше других. Это ЦРБ Олейска, Заринска, Славгорода, Камни, Наби. Из районных больниц в списке значится Благовещенская ЦРБ, пишет московский комсомолец на Алтай. Драматический театр «Бийска» уже готовит новогоднюю сказку для детей. Новый спектакль – это легендарная «Умка», один из любимых рисованных детских мультфильмов, сценарий которому в 1969 году написал Юрий Яковлев, писатель, сценарист, автор книг для подростков и юношества. Сказка будет очень музыкальной, сообщили в театре корреспондентам «Бийского рабочего». Здесь уже создана профессиональная студия звукозаписи, приобретено новое звуковое и световое оборудование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!